Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Пятигорске ГИБДД штрафует водителей за объезд ям на дороге. В Омске заметили троллейбус, отрицающий сам себя. Полиция Краснодара проверит сообщение о высадке инопланетян в пригороде. И Владимир Путин рассказал, как бы поступил, оказавшись в душе с ГИМ на подлодке. Он сказал, что я бы предпочел не идти с ним в душ, зачем его провоцировать. Как вы знаете, я мастер по дзюдо. Это вот Владимир Владимирович недавно... Вот отменное чувство юмора у Владимира Владимировича. А я вот продолжу. В интервью у американского режиссера Оливера Стоуна такое заявил. А затем его спросили, почему за все время президентства он ни разу не взял выходной. Он ответил, а я не женщина, поэтому у меня не бывает плохих дней. Сказал глава государства. Еще раз, отменное чувство юмора у главы государства. Это хорошо. Ну что, дневной разворот стартует. Да, Александр Асохин. И Светлана Зайников в студии. Здравствуйте. Ну что, пройдемся по повестке. Июнь в Кировской области объявлен месяцем детского здоровья. Будем мы говорить во втором часе. У нас будет в гостях начальник Центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Ольга Малышева и врач-диетолог Центра медицинской профилактики Наталья Сычева. Сейчас как раз проходит месяц детского здоровья. Будем об этом говорить во втором часе. Да, какие мероприятия, на что будет обращать внимание. Может быть, нам с вами, слушатели, как горожанам, у нас будет возможность какими-то воспользоваться дополнительными сервисами. Обо всем об этом поговорим после 12-ти. Ну а в первом часе запланированная встреча с Андреем Менькиным и Константином Сичихиным. Добрый день. Наши гости уже здесь. Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства города Кирова. И Константин Сичихин, руководитель региональной группы общественного контроля за содержанием ремонта уличной дорожной сети. И организация дорожного движения, членов КО, членов НОНФ с корабля на бал. Только что приехал из очередной командировки Константин. Почему я говорю назначенная встреча? Потому что примерно месяц назад мы встречались здесь, в этой студии. Договорились, что будем делать это регулярно. И спасибо нашим гостям, что они свое слово держат. Оттолкнемся от вчерашнего... Ну, опрос надо... Я предлагаю сначала опрос все-таки объявить. Саша, ты даже показывает мне такой сигнал «стоп». Спрашиваем мы вас, слушатели, на нашем сайте eho.kirova.ru и в группе ВКонтакте. Качеством отремонтированных на сегодняшний день в Кирове дорог. Вы довольны, недовольны, либо еще не видели отремонтированных дорог? Вот сейчас смотрю ВКонтакте, большинство, 53% недовольны. 42% еще не видели отремонтированных дорог. И довольны лишь 5%. На сайте пополам. Недовольны, еще не видели. Слушатели, вы как думаете? Довольны, вы недовольны? Что вы замечаете в этом году по сравнению с прошлыми? 211-101 и номер для смс 8909-720-101. Да, мы с самого начала будем принимать ваши звонки. У нас такой интерактив. И, собственно говоря, Андрей Юрьевич сюда пришел не для отчета, а для того, чтобы с вами пообщаться. Он нам рассказывает, как сейчас идут работы, на что обращается внимание. А что касается вашего мнения, то и господин Васильев, временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области, вчера во время обхода сказал, что нужно привлекать население для того, чтобы жители города проверяли качество ремонта дорог. У меня неоднозначное, например, к этому отношение. Константин может тоже высказаться по этому поводу. Но давайте мы расскажем нашим слушателям, что называется, от первого лица Андрея Юрьевича, почему вчера состоялся этот обход. Это плановое вообще мероприятие? Ну, конечно, в принципе, плановое. Или вдруг такая внезапная проверка. Губернатор собрался и поехал. Ну, скажем так, внезапно плановое, да? Так, скажем, нам повестили, потому что расписание у губернатора, естественно, там формируется не то, что он там спонтанно захотел туда, захотел сюда. У него есть расписание. В это расписание внесли нас. Мы, соответственно, встретились с губернатором, да, прошлись по нашим дорогам, показали ему то, что мы выполняем и то, что где у нас планируется. Да, были, как скажем так, и хорошие отзывы, были замечания, то, что там мы проходили по Екатерине Кочкиной, соответственно, там у нас немножко подрядчик задерживает. Ну, идет пока в рамках, но мы говорим, что не надо идти в то, что как по контракту, давайте все-таки идти на опережение, потому что лето у нас здесь короткое, и у нас есть какие-то контракты, там заканчиваются 20 октября, естественно, что мы до этого допускать не будем, а будем стараться, чтобы все работы были выполнены максимум до 15 сентября, до 1 сентября, как я бы хотел, конечно, чтобы... А это не, извините, что перебиваю, вот такая гонка, она не скажется на качестве строительства дорог? Нет, абсолютно не скажется, потому что мы все равно все принимаем, все работы согласно ГОСТов принимаем, а не так, что мы там... В каком составе вы вчера вышли? У нас был глава администрации города Перескоков, глава города Владыкин был, и еще, соответственно, все заместители, которые, ну, именно, что профильные, да, которые отвечают за благоустройство города, которые отвечают за садину, за дворы, за все, в общем, территорию. А со стороны правительства? Со стороны правительства была Ольга Куземская, был министр транспорта, вот, и министр ЖКХ и строительства еще был. Сколько пунктов вы обошли? Какие участки удалось посмотреть? Мы прошли улицу Воровского, где вот у нас памятник, и спустились в парк Кучеровский парк. Прошли вот как раз по Екатерине Кочкиной по улице, и, соответственно, вот в дворовую территорию зашли еще. Юго-западный район исследовали. А как выбор, кто определял этот выбор? Почему именно туда? Ну, хотелось именно посмотреть у нас, да, в первую очередь, что именно, где основные магистрали, которые, как бы, с большим трафиком, да, и как они выполняются. И это была улица Воровского, как раз. Ну, да, улица Воровского, большой трафик дальше у нас получается, проспект строителей, который все-таки сейчас у нас уже поехал очень хорошо, которая была такая наболевшая тема. Ну, да, просили несколько лет жители этой проспекта. Десятилетий, я бы сказала, не то что лет. Вот, соответственно, она сейчас уже тоже, эта улица, хорошо, хороший трафик уже на ней стал. Потому что сейчас еще мы применяем уже новые технологии, вот эта щема, которая применяется только на автомагистрали. Соответственно... Что это такое, расскажите? Ну, это щебеночно-мощечный асфальтобетон. Он более крупная фракция, у него более долгая истираемость получает, он более, соответственно, он должен служить, как говорится, не только 4 года, как гарантия, да, а может быть, 10 лет. Как минимум там. А можно я сейчас включу как раз по поводу щемы? Уж простите, Константин, что по поводу щемы. Ну, вы очень плотно общаетесь со специалистами запорного вуза и со специалистами дорожника. Действительно вот этот новый метод, он дает хоть какие-то гарантии? Ну, щема, это, конечно, не новая технология, да, она... Для нас новый метод, да? Ну, для нас новый метод укладки асфальта в городе. На трассах он уже давно применяется, и не первый год. Технология 1980 какого-то года там, вот. И эта технология, она не вчера родилась. Просто с этого года в городе, чтобы улучшить качество асфальта, улучшить качество верхнего покрытия, применяется щема, как верхний слой, основной, но... Это было заложено в конкурсной документации? Да, в рамках технических заданий, в рамках сметы были заложены данные работы на сегодняшний день, да. Проблема щема только одна, это как бы его хорошо укладывать на основной дороге асфальтово-укладчиком с хорошими катками, но очень плохо он ложится на, получается, на съезды, на карманы, потому что там укладчик правильно прокатать не может. Каток правильно прокатать не может, да. И в данной проблеме она существует, и вот на сегодняшний день я знаю, что дирекция дорожного хозяйства пересматривает некоторые подходы именно к укладке асфальта в карманах и на съездах. Потому что одна из наших рекомендаций в последнее время была в плане пересмотреть данный вопрос, и совместно с Росавтодором этот вопрос мы тоже уже обсуждали, потому что могут возникнуть проблемы в рамках дальнейших гарантийных обязательств со стороны подрядчиков. Они сейчас щема выложат съезды, выложат карманы, но в итоге получится, как получится. Асфальт просто правильно не уложится, и он начнет разрушаться раньше положенных гарантийных сроков. Мы вот этот вопрос обязательно еще сегодня в программе отметим насчет качества и изменений, которые вносятся по ходу дела, да, а поскольку я так понимаю, что всплывают какие-то новые интересные вещи, тем более, что я вижу, что в новостях люди пишут СМИ, что до 80% дорог отремонтированных имеют дефекты. Активисты УНФ, да, провели экспертизу. Да, к дефектам чуть попозже. 211-101 номер телефона прямого эфира. Задавайте, пожалуйста, вопросы слушателю нашим гостям. Андрею Менькину, руководителю дирекции дорожного хозяйства города Кирова, и Константину Сичихину, руководителю региональной группы общественного контроля за содержанием ремонта уличной дорожной сети. И возвращаясь ко вчерашнему рейду... Нам нужно прерваться, наверное, на небольшой перерыв. Или есть еще вопрос? Давай, я задам вопрос. Значит, возвращаясь ко вчерашнему рейду, все-таки, с чего я начала, что это была такая проверка внезапно плановая, планирует ли Игорь Васильев и дальше выходить в такие рейды? И на ваш взгляд, вот я знаю, что группа по контролю дорог убила массу времени, чтобы понимать, что происходит. Игорь Владимирович как-то его консультирует вообще? Ну, конечно, консультирует. По поводу Симы. Да, мы его также консультируем, то, что мы делаем. И я думаю, что этот рейд неоднозначный, неодноразовый такой будет. Потому что мы когда начали прогревать, он сказал, что я, возможно, это буду делать, может быть, с периодичностью два раза в месяц, может быть, чаще. Ну, как у него в расписании, в графике у него будут, наверное, там его помощники, когда, соответственно, мы будем объезжать и также докладывать ситуацию. Тем более он же встречается еще не только с нами, он еще и с жителями города общался, а с того же спрашивал у него какие-то были вопросы у жителей, он на них отвечал, и, соответственно, общая картина у него, наверное, так формируется о городе. 211-101, после минутного перерыва мы принимаем ваши звонки, можете задавать свои вопросы. Вот, кстати говоря, один вопрос уже вчера поступил от наших сотрудников холдинга, которые узнали, что вы придете на эфир, и он касается дороги от проспекта Строителей до Костина в районе... Киров-Русская дорога, ты об этом говоришь. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства города Кирово, и Константин Сичихин, руководитель региональной группы общественного контроля. За содержанием ремонта уличной дорожной сети у нас в гостях 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы договаривались о том, что наша встреча будет обязательно интерактивной. В первую очередь мы будем выслушивать мнение граждан, их вопросы, жалобы и предложения. И есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Владимир. Слушаем вас. Вот у меня какой вопрос. Вот у семиры нянек у нас на Руси всегда дитя без глаза. Вот почему у нас, значит, губернатор интересуется дорогами, когда у него есть контрольная служба? Ему надо учиться спрашивать с этой контрольной службы. А самому там не сидеть, то есть заниматься областью, а не дорогами. Дорогами пусть занимаются службы соответствующие. И с них спрашивать. Так, предложение Игорю Васильеву мы услышали. А ваше мнение по поводу ремонта дорог нынче? Значит, надо эти организации, которые проводят дороги, они чтобы давали паспорт на 10 лет и с них спрашивать. Гарантийный срок 10 лет вас устроил бы только. А когда у нас, понимаете, они сделают, через год все ломается, и их уже не найдешь. Да, Владимир, мы поняли, это второе предложение. И все-таки, вы видите, как ремонтируются дороги сейчас? Ну, я тут походил, в общем-то. Где походили конкретно? Так, все нормально. А где конкретно походили? По-моему, где я вчера шел? Поворовского, наверное, шел. Поворовского, гладко, нормально. Хорошо, спасибо, Владимир. Да, и вот что я хотел еще спросить. Вот в Финляндии, опыт, там берут шайбочку из асфальта и проверяют, что там находится, песок или битум. Ну, Владимир, это вы плохо следили за нашими эфирами. Шайбочки из асфальта берут обязательно, а с прошлого года еще и три независимые лаборатории работают. Значит, я только порадуюсь, если у нас дороги будут хорошие. Да, вместе с вами будем радоваться тоже. Успехов. 211-101, просим предметно, пожалуйста. Я понимаю, что можно и про Финляндский опыт поговорить, и можно посоветовать Игорю Владимировичу Василию, как ему вообще править областью и сейчас, и, может быть, даже в дальнейшем. Но давайте конкретно, какие участки дорог вас интересуют? У нас здесь сидят специалисты, которые вам расскажут, где, когда, как ремонтируются, и жалобы мы ваши принимаем. С предложениями я погорячилась, наверное. Вот у меня вопрос тогда, продолжение этого вопроса. На 10 лет предложения гарантии у нас вообще это возможно? Реально? Ну, пока у нас 4 года дает подрядчик гарантии. Это да, но вот часто дорожники жалуются именно на самый нижний слой, что из-за него как раз-таки и не можем мы делать какие-то более качественные дороги. Это все реально. Если мы будем делать не ремонт, а капитальный ремонт дорог. Понимаете? Это совершенно другой заказ. Это совсем другой заказ. Это другие суммы. Это на эти суммы мы будем делать не в 2 раза, а в 3 раза меньше дорог. Но при этом подрядчик будет давать 10 лет гарантию. Мы с вами наблюдаем дорогу, которая у нас по Пангарянко-Шихово, которая 10 лет уже стоит. Вот в этом году ее только-только будут реконструировать. А по сути 10 лет дорога отстояла. В хорошем состоянии. Таким трафиком, как все-таки фуры там идут и с большим потоком на Пермь. И она, ну да, появлялись колейности, появлялись какие-то небольшие ямы. Кто должен это задание дать? Как должно быть принято решение? Есть ли движение в этом направлении? Тут вопрос не в задании, тут вопрос в сумме. Будут деньги, будут дороги, будут капитальный ремонт дорог производить. А будут вот так, как сейчас на сегодняшний день происходит. Мы просто латаем те ямы, которые были годами, копилось, копилось, копилось. Вы правильно говорите по проспекту строителей? Люди сколько лет просели эту дорогу? Десятилетия. Десятилетия просели. Если бы 10 лет назад мы ее начали делать, то на сегодняшний день она бы была в отличном состоянии. Мы 10 лет ждали и решили через 10 лет сделать, так понятно, там все покрытие, основание, оно разрушается. И тут уж никуда не деваться. Улица Консомольская уже тоже десятилетиями все просят, просят. Сейчас продолжим разговоры по этому поводу тоже, но примем телефонный звонок 211-101. Пожалуйста, ваше обращение к нашим экспертам. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Евгений меня зовут. Я вот хотел бы спросить, вы услышали, что 4 года гарантии звучит, да, на дорогу? Через 4 года, да, когда эта самая гарантия кончается, она что из себя должна представлять? Как вот, допустим, ту же улицу Екатерина Кочкина, да, или вот Воровского, которую уложили там и сетку, и по всем там новым технологиям, которая уже колейность, и провалилась она. И еще вопрос. Везде в соцсетях. Я обращался на прошлой неделе, был у вас кто-то из представителей руководства города. Курагинский переулок 5. Там каждый день не один десяток скорых помощи ходят с фиренами, с негалками. Вы там хоть раз заедете, вот вы едете там на Воровского, там, у дома правительства, там все это. А вот вы в глубинку заедете, а на филейку посмотрите. Да, мы поняли. Спасибо. Сейчас ответим. Дальше еще секундочку. И последний. Вот в районе Жуковского там дорога никакая была. И вот я ехал на кладбище, вот недавно было, да, сухой солнечный день, и вот там строится СССР, дом девятиэтажный, панельный. Оттуда машины выезжают, там глины на колесах, немеряно, и никто ничего это не видит. Сами же строители тут работают, и никто ничего не говорит. Евгений, спасибо большое. Сейчас мы ответим на ваши вопросы. Три последовательные. У нас еще есть вопрос ВКонтакте. Константин Сечихин. По поводу, давайте начнем с конца, с последнего вопроса по выносу грязи. Если вы эту грязь увидели, у вас, наверное, был телефон с собой, вы сфотографировали этот автомобиль и отправили в ТЭР управление, если это Октябрьская территория. Это несложно, это сфотографировать данный автомобиль, или снять небольшой видеоролик, который выезжает с данной территории. Выносит грязь на дорогу, отправит в ТЭР управление. Где, как, куда отправить в ТЭР управление? На электронную почту ТЭР управления. То есть на сайте города администрации в разделе ТЭР управления, электронная почта. Да, есть электронные почты, можно позвонить, инспектор выйдет и составит штраф. Андрей Юрьевич хочет добавить. Да, по этому вопросу мы уже с главой обсуждали. Потому что уже Вепрев... С главой города. Да. Вепрев тоже этот вопрос уже поднимал. У нас это руководитель ГДМС, да, что дорога столько сделала, она уже, вид у нее стал грязный. Потому что, соответственно, да, здесь ТЭР управления должны на этих стройках посмотреть, есть ли у них мойка колес и так далее. Все. А если нету, соответственно, только наказывать. И глава уже дал, Перескоков дал распоряжение, чтобы этот вопрос уже, мы уже держим под контролем. Вы взяли на карандаш Жуковского, да? Да, ну я уже ее взял на карандаш еще, когда мы вот несколько дней назад обсуждали уже этот вопрос. Соответственно, мы ее контролируем и сейчас дали поручение, чтобы разобрались, откуда эта грязь выходит на проезжую часть, и чтобы она уже дорога в нормативном состоянии была, а не то, что она уже как будто ее сто лет назад отремонтировали. Еще один, еще два вопроса задавал Евгений. Один из них касается того, в каком виде должна предстать перед нашими глазами дорога через 4 года по окончании гарантийных обязательств. То есть, что значит 4 года прошло и что мы должны увидеть? Полностью разрушенное или состоящее покрытие? Нет, смотрите, через 4 года, значит, если появляется колейность, ну, может появиться колейность, да, соответственно, она также должна будет отфрезеровать. И снова новая, не то, что так, что как бы глобально там куда-то, а единственное, что вот эта колейность, она может появиться из-за трафика нашего, соответственно, мы должны ее будем отфрезеровать и переложить в верхний слой асфальта. А если ямы? Ну, ямы, естественно, тогда уже, если ямы появляются, то их даже не будут ждать 4 года, они сразу же будут ремонтироваться в течение 4 лет. Подрядчик будет каждый день, каждый день, ну, как бы. Этот же самый подрядчик содержит в течение 4 лет дорогу, ямы и колейность убираются. Видите, как интересуются наши слушатели. И все трещины, которые там сплошные, продольные трещины, так подрядчик должен тоже в течение 4 лет убирать на данном участке дороги, да. Конечно, подрядчики разные бывают, и каждый подрядчик говорит, так трещина там не из-за моего дефекта асфальта возникла. Это то меня еще сделали. Да, начинается говорить, что тут плохое содержание было. Ну, вот это все зависит от подрядной организации, это все зависит от того, насколько он готов сознательно идти на эти 4 года. Он заранее может... А что-то такое, может говорить что угодно, но все равно заложено в договоре, что он должен следить, и он должен будет сделать. Он должен следить, но вы сами должны понимать, у нас в юридическом поле никто не запрещает организацию ликвидировать. За 4 года? Да. Уйти в банкротство, еще что-то. А вся гарантия, она просто-напросто, она на словах и на бумаге, но по факту ее может и не быть. А опыт судебных разбирательств, то есть городадминистрация, наверное, выходит с исками к подрядчикам, с требованием, чтобы они отремонтировали в рамках гарантийных обязательств. Часто выигрывает городадминистрация такие дела? На сегодняшний день я знаю, что там идет претензионная работа по подрядчику по улице Герцена. Там есть просто участок небольшой с нарушениями на сегодняшний день. Андрей Юрьевич, хороший вопрос. Этот участок, который делали в том году. Кто? Один из подрядчиков, называть сейчас, конечно, не буду. Местных подрядчиков. Но они здесь, они находятся здесь. Да, они здесь, они находятся здесь. Просто на сегодняшний день там есть нарушения, а также есть небольшие нарушения. У этого же подрядчики по улице как раз съезд с проспекта Строителей, ну или с Московской в сторону Садаков. Там небольшой участок делали, еще затянули работы, да. Там уже сейчас на данный момент есть небольшие разрушения асфальта, покрытия, да. Также были нарушения и у города Мастроя по асфальту, а именно поперечные продольные трещины местами по Павлу Корчагину, которые мы еще весной выявляли в рамках рабочей группы. И сейчас, на сегодняшний день, вообще Российский народный фронт уже провел большой рейд по всем дорогам гарантийным в городе Кирове. 80% дорог содержат, сделаны с нарушением, пишут коллеги ваши. Ну, они не то, что сделаны с нарушением, как бы там выявлены дефекты, я хочу сказать. Выявлены дефекты на каждой дороге на сегодняшний день, да. Там продольные, поперечные трещины, где-то есть провалы асфальта, да. Вот сейчас прерву и передам слово все-таки Андрею Юрьевичу по этому поводу. Вы же видели, да, сообщение о том, что 80% дорог сделаны с дефектами. Напомню слушателям, 211-101 звоните, задавайте вопрос с экспертом. Вы как отреагировали на ОНФ? Ну, мы, во-первых, на эту информацию уже давно отреагировали, да, еще раньше, чем ОНФ, потому что только весна приступила, я, соответственно, дал распоряжение, чтобы все гарантийные обязательства поднять, да. И все, кто у нас дороги по гарантии, где есть, их нужно провести, будет инструментальное обследование, соответственно, посмотреть и дал задание, чтобы, соответственно, кто у нас еще по гарантии есть, эти обязательства выполнили свои. Здесь все контролируется и все, в принципе, это видим. Я думаю, в течение теплого времени нашего лета, да, соответственно, все будет по гарантии устранено. Где гарантийные обязательства еще действуют, где не действуют, соответственно, там уже будем думать, если там что-то глобальное, то какой-то ямочный ремонт у нас есть, как бы тоже на это деньги, и, соответственно, мы будем это все исправлять. А вы до эфира говорили по поводу штрафов подрядчикам, уже идут предложения. Есть какие-то уже наказания или еще рано об этом говорить? Ну, сейчас, смотрите, да, есть уже какие-то посылки небольшие, да, у нас уже кто-то. У нас же у каждой улицы есть свой срок исполнения, да. Ну, допустим, если должны люди сделать там 31 мая какую-то улицу, то, соответственно, они должны ее выполнить, да. Ну, у нас единственное, что погодные условия, но мы все равно этот штраф выписываем, а потом уже, как говорится, разберемся. Если подрядчик сам нарушил эти сроки, да, и по его вине, тогда, соответственно, он этот штраф заплатит. Если, конечно, погодные условия там были, да, он предоставит всю эту информацию, что именно в эти дни ему мешала погода, тогда, наверное, да, он не будет наказать. То есть вы имеете в виду штрафы за сроки исполнения работы, что ли, сейчас начисляются? Да. И велики ли они? О каких суммах идет речь возможных? Ну, уже порядка миллиона уже выставили. Ну, вот глава... Миллиона рублей на всех подрядчиков или какому-то одному? Да, на всех. Глава администрации как раз Александр Перескоков говорил по поводу сроков, беспокоился, что не успеют подрядчики вовремя сдать все дороги. И вы говорили о том, что надеетесь, что к первому сентября уже все завершится, ну, возможно, к середине сентября. Вы считаете, вот с таким количеством штрафов, с критикой, опять же, городских властей в отношении подрядчиков, подрядчики успеют сделать все к сентябрю? Что их простимулирует? Ну, мы их стимулируем, в первую очередь. Я точно так же с ними разговариваю на совещаниях, да. Я там никому про слабинку не даю. Так же, как Перескоков разговаривает с нами, допустим, да. И, соответственно, я точно так же. Что-то скептически, Константин. Нет, знаете, мы с вами сейчас разговариваем, как, знаете, вот подрядчик, вот мы с ним разговариваем, вот мы его там погладили, погладили. Как в детском садике находимся. Город Кировка, как в большой детский садике, у нас эти подрядчики – это дети, а воспитатель – это глава города, да, который ходит и с ними разговаривает. Да с ними не надо разговаривать. Выграл контракт, иди, будь добр, выполнять условия согласно юридического поля, да. Все условия прописаны в контракте. Иди и делай. Не хочешь делать – до свидания. Придет другой, придет другой, кто будет выполнять эти работы. И не надо с ними ни разговаривать, ни щукаца, ни ля-ля, тополя какие-то, там, не знаю, погодные условия. Ну, вот меня вот эти моменты в последнее время просто задевают, очень сильно задевают, когда начинают с подрядными организациями, там, вот вы, миленькие, да вот тут у вас дождик прошел, штраф и все, и… Сейчас приберемся на две минуты, буквально, да, я дам возможность ответить Андрею Юрьевичу, у нас есть и телефонный звонок, я уже слышу, но только через две минуты после рекламы 211-101. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 211-101, ход ремонта дорог в Кирове мы обсуждаем, вы можете звонить, задавать вопросы нашим экспертам Андрею Менькину, руководителю дирекции дорожного хозяйства города Кирова, и Константину Сичихину, руководителю региональной группы общественного контроля с содержанием ремонта уличной дорожной сети Кирова. 211-101. Ну вот, до перерыва Константин Сичихин разразился тирадой, что не надо гладить по головке подрядчиков, не надо их позволять баловаться, как деткам в песочнице, надо жестко с ними себя вести, штрафовать. Андрей Юрьевич? Ну, что мы и делаем, я же так и сказал, что мы никого по головке гладить не собираемся, и, в принципе, довольно-таки жесткую политику ведем. Ну, конечно, не совсем, может быть, да, но иногда и пряником. Ну, как говорится, больше, конечно, час на сегодняшний день пока больше кнутом получается, да, с подрядчиками, потому что и штрафы начинаем выставлять, и все. Можем мы сказать сейчас под подрядчикам, что сюсюкаться с ними долго не будем? Ну, я так и говорю на всех совещаниях, абсолютно, конечно. Да, кнут лежит рядом в виде штрафов. Да, кнут в виде штрафов всегда у нас уже наготове, и уже его кто-то ощутил уже на своем, как говорится. И главное, чтобы администрация тоже понимала, что раньше там все сюсюкались, с этого года не надо сюсюкаться, иначе, если мы будем сюсюкаться, мы программу не выполним. А если не выполним программу, то в следующий год, может, и не получим то финансирование, которое есть. Давайте мы делать задел на будущее, на будущее, чтобы каждый понимал, куда он приходит, и какую работу он должен выполнять, а не смотреть там на погодные условия, еще каким-то образом. Сегодня работаю, завтра не работаю. Прямо телефонный звонок, 211-101. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это звонят вам из СДТ «Спутник» по улице Искры. Как вас зовут? Дорога на Заборе, Галина Алексеевна. Да, Галина Алексеевна. Дорога на Заборе. Когда будут делать дорогу? Андрей Юрьевич. Да, у нас Искры по планам стоит до 15 июня выполнить эту работу. Паломники прошли, и теперь все забудут про нашу дорогу, и нам ничего не делают. Абсолютно про вас никто не заводит. У него контракт стоит до 15 июня. Да, единственное, там сроки немножко сдвигались, потому что паломники пошли, и из-за этого пришлось остановить эти работы. Но сейчас подрядчику даны указания, чтобы он в оперативном порядке до 15 числа все работы свои выполнил. То есть работы будут продолжены. Да, следите, Галина Алексеевна, Андрей Юрьевич обещал ходить к нам регулярно, мы тоже будем следить. Но, кстати говоря, я вот тоже селилась, помню, третий вопрос Евгении, который нам звонил, он три вопроса задал. По поводу переулка Курагинского. Курагинского переулка 5, да, очень хочет услышать ответ, он уже звонил второй раз. А вот смотрите, по поводу, я не помню, там нет, наверное, Курагинского переулка 5 в списках, но на сегодняшний день на сайте общественной палаты мы приступили опять к голосованию. На следующий год. На следующий год, то если Курагинский переулок 5 наберет хороший рейтинг, то, конечно, его отремонтируют. Его в списках нет сейчас. Это только в следующем году. Можно податься на следующий год. Я не слышал о данной улице, и тут вопрос тоже, вот он молодец, ну как бы гражданин молодец, что он эту проблему выявил. Вот он говорит, что скорые там ездят постоянно. Да, мы уже слышали об этой улице, и неоднократно уже слышали, то я надеюсь, что в следующем году ее отремонтируют, и ее в список на ремонт поставят, если там правда. Но вопрос, опять, а куда же смотрит больница? Какое взаимодействие, если там ездят скорые, если ездят поликлиник, там в поликлинику... У них же должно взаимодействие между главврачом и администрацией города. Давайте спросим у Андрея Юрьевича, как это может вообще, есть ли какие-то механизмы законные? Ну механизмы есть, мы можем просто в рамках ямочного ремонта, который у нас предусмотрен, соответственно, мы, если там аварийный участок дороги, соответственно, мы эти все ямы устраняем. Вы можете, вот просто моя просьба такая, если действительно это выезд скорых, то это действительно очень серьезная вещь, посмотреть состояние сейчас Курагинского переулка. Да, я записал уже Курагинский переулок, да, соответственно, мы его посмотрим. Опять в данной ситуации это надо гражданину, это надо человеку. Ну почему-то там вот, куда эта скорая ездит, наверное, там больница находится, вот я специально выйду и посмотрю, какой социальный объект там находится. Если в дирекции дорожных хозяйств, если в администрации от них письма. Курагинский 5. Да, по Курагинскому 5. Заботится ли этот главврач или кто-то там, куда эта скорая ездит, о этой дороге? Если ему без разницы, почему-то гражданин-то должен заботиться об этом, значит, ему-то он болеет этой проблемой-то. Да, у нас есть еще сообщение из контакта, должна прочитать, Саша, прости, пожалуйста. Ольга пишет. Добрый день, у меня вопрос по улице Проектной в Нововятском районе, очень плохая, яма глубочайшая, объехать негде. Есть у нас Проектная улица или пока мы на скидку не скажем? Посмотрим пока, да, принимаем звонки 211-101. По поводу Курагинского переулка посмотрел. Есть проектная. Северная клиническая больница. Северная клиническая. Тем более, Северная клиническая больница одна из крупных больниц, а самая крупная того района, да. И где главврач на сегодняшний день-то? Каким образом он там находится? Он довольно доступный, можно с ним перегореть по этому поводу. Тем более, если есть контакт, мы просто взаимодействие, это должно быть не только от гражданина, данная информация должна поступать. Я могу точно сказать, что в Северной больнице за последнее время несколько главврачей сменилось. С прошлой осенью там есть главврач, с которым можно переговорить сейчас. У нас есть ответ по Проектной улице на Овецком районе. Да, Проектная улица у нас будет сделана до 17 июля. До 17 июля. Ольга, следите, пожалуйста, 211-101, номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, задавайте свои вопросы нашим гостям и предложение высказывать по ходу ремонта дорог в городе Кирове. По поводу подрядчиков, не так давно Кировское отделение ЛДПР написало открытое письмо главе региона. Отмечают они, что один из крупнейших лотов на ремонт в этом году выиграла московская компания Агентства развития перспективных технологий. Ее Перескоков, кстати, критиковал на совещаниях по срокам ремонтов. При этом в торгах не участвовал основной кировский подрядчик Виатавтодор, пишет отделение ЛДПР. По этому лоту конкретно. Да, но потом 10 из 11 контрактов от москвичей, вот от этого агентства, Виатавтодор получил по субподряду. И по мнению некоторых общественников, компания, вот АРПТ, финансовая прокладка для осваивания федеральных денег, говорится в письме ЛДПР. Какая-то реакция есть на это письмо? Мы можем сказать сейчас, кто ответит? Андрей Юрьевич, Константин. Ну, здесь просто были торги, да, на электронной площадке, и поэтому здесь комментировать я даже не знаю. Ну, в принципе, это все было открыто, и как там все происходило. Сама система торгов позволяет это сделать. Ну, мы к этому никак не можем касаться и как-то там регулировать электронную площадку. Мы просто заказчики, мы сидим и ждем, да. Вот нам площадка выдала, дали нам, кто выиграл, и все. Эта площадка нам уже выдает этих людей, которые выиграли. А почему не участвовал Виатавтодор? Надо задавать директору Виатавтодор данный вопрос на сегодняшний день. Почему организация областная не хотела участвовать в этом аукционе? Последнее я скажу только, что возглавляет агентство развития перспективных технологий Алексей Пуляев, один из бывших руководителей как раз-таки дирекции дорожного хозяйства. Ну, это вопрос действительно и общественников прокуратуры в таком случае. Надо будет смотреть, как все будет происходить. У нас есть телефонный звонок 211-101. Алло. Алло. Да, выключите, пожалуйста, приемник. Потому что эхо слышно в эфире. Приемник. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я, Галина Петровна, скажите, когда будет отремонтирована дорога Киров-Русская? А что именно вас? Какие участки интересуют? Потому что кое-где, я слышала, начались уже работы. Ну, я не знаю. Сейчас вот поехали мы на дачу, но ездить туда вообще невозможно. Многие уже едут через аэропорт. Галина Петровна, откуда куда поехали? Из Кирова куда конкретно? Кирова в Русская. В Русская. И не видите, что идет ремонт дорог? Ну, мы пока еще не доехали, конечно. Сейчас посмотрим, но не знаю. То есть вы в пути? Мы три недели назад ездили, никакого ремонта не было. Вы сейчас в пути, да? Вы едете на дачу? Да. Понятно, спасибо, Галина Петровна. Ну, сейчас идет там ушарение проезжей части, ремонт дороги уже начался. Соответственно, заказчик-подрядчик нам обещает эту дорогу закончить к сентябрю месяцу. А говорят, что началось в торгах, ну, то есть вот в торгах участвовал участок дорог от Садаков до Русского. А что до Садаков от строителей? Где? В районе метра, где постоянные жалобы на данное качество дороги, на узкое бутылочное горло и прочее. Данная проблема существует, как бы это уже, конечно... Константин Сечихин. Да, мы уже изучали эту проблему. Такие в прошлый раз говорили конкретно тоже. Данная проблема на сегодняшний день существует. Все вопросы, конечно, к дирекции дорожного хозяйства, почему в рамках дефектной ведомости они данный участок не учли на сегодняшний день. Вот, само интересно. Просто столько писем было написано, Андрей Юрьевич, от застройщиков метра и метрограда, от людей, которые там живут по этому конкретному участку, от жителей Кирова, которые выезжают в этом направлении и вдруг этот участок выкинут куда-то. Вот вы начали говорить, там, от застройщиков, да, метра, метрограда, там, опять эти же крупные строительные компании называть не буду, да, так пусть скинутся, да, отремонтируют этот участок, если в данной ситуации как получилось, так получилось. А кто по законодательству должен это сделать? По законодательству администрация города Кирова. Так куда делся участок-то? Почему вдруг? А вот вопрос. Между прочим, руководство города Кирова еще в прошлом году в полном составе ездило в эти самые районы и снимали целые телевизионные ролики, какие замечательные районы, как там хорошо жить. Да, да, да. Так что тут пеняется на строительные компании, которые не обязаны это делать. Что с этим участком, пока непонятно, Андрей Юрьевич? Да, у меня информации сейчас такой нет. Дело в том, что еще же техническое задание составляли до того, как я вообще приступил здесь к своим обязанностям. Ну, очень много по этому поводу вопросов от наших слушателей поступает в редакцию. Обратите внимание, что у нас получился провал около новых районов, которые густо сейчас населяются по дороге. Ну, мы сейчас на данный момент с дирекцией дорожного хозяйства очень бурно обсуждаем вопросы как раз новых микрорайонов, да. Те направления движения все-таки, регулирование направления движения, да, потому что в новых районах там очень большое скопление, там, ни дорожных знаков, ни социальных объектов нету. Машины оставляют, как попало, где попало, да, потому что я сам живу в новом районе, и как бы я наблюдаю за этой картиной, когда там машины наставят, ни влево, ни вправо не проехать, да. Хотя есть дворовые территории, а есть улицы, где, извините, надо ставить знаки. А вы с застройщиками не собираетесь вот круглым столом сесть? Зачем? Вот затем, зачем вы говорили, Константин, договориться. Вот, знаете, как бы с застройщиками, они вот пишут жалобы, вы сами говорите, пишут бумаги какие-то. Да ничего, вот вчера господин Крутихин здесь был, например, он же договорился с Курдюмовым насчет сквера с залами парусами. Но в Телеграме уже пишут другое. Ну, смотрите, как бы одно дело, договорились с правдой, вы говорите, что пишут уже другую информацию, и как это будет дальше, по-живому увидим. Нет, с удовольствием ваше предложение рассмотрим на сегодняшний день, если соберем где-нибудь в июле всех застройщиков, соберем дирекцию дорожного хозяйства, и с вами увидим, кто из них придет на осуждение данного вопроса. Решить этот вопрос, попробовать, услышать мнение. Хорошее предложение, хорошо, сделаем. Спасибо вам. У нас были вопросы предварительные по Радужному, но вот господа из Радужного что-то не позвонили, сегодня ждите в следующий раз нашего эфира. Спасибо нашим гостям Андрею Менькину, руководителем дирекции дорожного хозяйства города Кирова, и Константину Сичихину, руководителем региональной группы общественного контроля за содержанием ремонта уличной дорожной сети. Сейчас будут новости, тематические передачи, и во втором части мы вернемся с новой темой.